Откуда взялись летучие мыши? У некоторых народов есть такое поверье, что летучие мыши появились после того, как ведьмы, наплясавшись волю на лесных полянах, потели и вытирали пот опавшими листьями. И эти опавшие листья превращались в летучих мышей. Но есть и другое объяснение, более благообразное. На Руси такое было поверье, что летучие мыши – это обычные мыши, которые просто вкусили хлебушка во время причастия. Упавшие крошки в церкви. И у них выросли крылья, и они стали летать. Но что определенно замечают все, это то, что летучие мыши вроде бы как зверьки с шерсткой, даже пушистенькие такие. И в то же время могут летать как птицы. Вот такая вот двойственность. И у многих народов, что называется, бродячий сюжет. Одну и ту же сказку с небольшими различиями рассказывают в самых разных местах. И вот есть алтайская сказка, которая объясняет, почему летучие мыши прячутся днем, а летают по ночам. Была война между зверями и птицами. И вот пришли голуби к летучей мыши и сказали, летучая мышь, война у нас идет. Ты с крыльями, ты летаешь, поэтому должна быть на нашей стороне. Отдавай своих сыновей на войну. Летучая мышь говорит, ну какая же я птица, видите, я мохнатенькая, да и какие у меня крылья, просто так складки кожи. Прижала крылья к телу и сказала, нет, я зверь, я не с вами. И не дала своих детей. Прошло какое-то время, и пришли к летучей мыши, мыши, те самые, которые бегают с хвостиками, которые пищат. И стали пищать. Летучая мышка, помоги, выручай, война у нас с птицами. Ты наша, вон какая ты мохнатенькая, совсем как мы. Отдавай своих зверей на войну. А летучая мышь говорит, какая же я зверюшка, я птица, расправила свои крылья, вон как я летаю. Пролетело пару кругов и говорит, нет, я не ваша, я не отдам вам своих сыновей на войну. Воевали они, воевали. В конце концов, воевать перестали. Но на летучую мышь обиделись. Почему она ни другим не помогала? И с тех пор летучая мышь прячется по ночам, чтобы никто ее сыновей на войну не забрал. Зато мама какая заботливая. Надо заметить, что летучие мыши, заботливые родители, в своих пещерах они летенышей выкармливают. Главное только, чтобы нам не приходить в эти пещеры, когда летучие мыши кормят детенышей. Иначе напугаем их, забьются они в щели, детенышей своих пороняют. Да, такие проблемы иногда бывают. Поэтому некоторые пещеры, где живут летучие мыши, закрыты для туристов в некоторое время, пока летучие мыши детенышей кормят. Вот такие вот мамаши у нас летучие мыши. Ну а по ночам летают, еду себе находят, насекомых ловят. И ловят они их удивительно. Пещат и по эху находят. По эху, которая отражается от летящих бабочек. Вот такие вот удивительные, феноменальные способности у летучих мышей.